Итак, сегодня у нас небольшой обзор еще одного вида корма для рептилий. Носерос – это личинки бронзовки обыкновенной. Наверняка опытные огородники могли заметить значительное сходство с майским жуком, с его личинкой. Однако, на самом деле между ними мало чего общего. Майский жук – больший вредитель, специализирующийся на поедании корней. Бронзовка же удобряет почву и поедает гниющие остатки деревьев или гниющую листву. Свиду достаточно мерзкие, можно сказать, или невзрачные. Гусеницы-личинки достаточно толстенькие, белого цвета. Но польза от них для садоводства значительная. А вот следующая информация для опыта террористов крайне полезна. Если вы хотите побаловать своего питомца деликатесом, что-то вроде подобного, но не хотите заморачиваться, тогда не советую вам покупать этих миленьких личинок. Дело в том, что у личинки-бронзовки очень мощные челюсти. Настолько мощные, что она способна, вот такого размера личинка, способна прогрызть мне руку. Точнее, повредить мне кожу на руке. Вот он такой, издевающийся. Как ни странно, они предпочитают передвигаться на спине усиками вверх. И, как ни странно, головой тоже вверх. А если она может прокусить кожу моей руки, то нежный желудок рептилии она тем более прокусит. Поэтому, перед тем, как кормить рептилию подобной личиночкой, необходимо убрать ее острые челюсти. Фактически, путем ампутации, а есть точнее, раздавливания ее головы. Без головы, без челюстей она не сможет повредить нежную кожу рептилий. И еще будет достаточно жива, в кондиции и шевелиться. Для того, чтобы привлечь внимание ящера. Вот такие вот ременькие личинки. Это очень жирный рацион. Для любого ящера. И по одной, вместе со сверчками или тараканами, их вполне можно давать, как экзотическое лакомство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...